Видео не является призывом действий. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я Роллан Морозов. И в сегодняшнем видео я дам вам некоторые советы, как лучше создавать ботов, то есть максимально безопасно. Друзья, это советы, но не рекомендации. Все, что я в этом видео показываю, это просто пример, а не такая вот явная кнопка бабла. Если вы думаете, что торговля с ботами это кнопка бабла, закрывайте это видео и продолжайте заниматься, искать эту кнопку. А если вы разумный человек и понимаете, что такое торговля на криптовалютном рынке, это видео будет вам обязательно полезным. Что велись, как сюда регистрироваться и все прочее, я в этом видео рассказывать не буду. На моем канале есть целый плейлист, где вы узнаете прямо абсолютно все про велись. Так, давайте я теперь дам вам некоторые советы при создании ботов. Просто идем на создать ботов. И в данный момент я пользуюсь биржей Bybit, поскольку он мне просто нравится, комиссии там хорошие, и в данный момент у нее сами меньше проблем разными, я не знаю, там структурами. Так, выбираю API ключ, как все делать, это все понятно. Первый совет, это лично мой совет, не рекомендации, ничего. Я открываю в принципе всегда ботов на лонг. Почему? У лонга в принципе опасность ликвидации гораздо меньше, чем, скажем там, в шарте. Надеюсь, это понятно. Что вообще делать? Видите, тут есть монеты, что дали самую большую прибыль за 24 часа. И просто на этом примере мы посмотрим, как лично создавал бы бота я, вот лично я, и не более. Например, выберем монету TRB, да. Во-первых, я ее просто открываю и больше ничего не делаю. После этого я иду на TradingView и найду монету здесь. Это у нас был TRB, да. TRB, и видите, тут мы видим именно Bybit будет более правильный график именно для Bybit. И видите, какой волатильный монета. Очень и очень хороший он для торговли. Но, теперь подождем спокойно. Во-первых, видите, у меня тут индикатор канал Кетлера. Почему? Сейчас объясню. Мне он, в принципе, очень нравится. Первым делом, что я делаю, иду на более старший таймфрейм на 4 часа. И смотрю, на какой уровень, в принципе, может цена подняться у бота. То есть, видим, что 67 доллара был максимальный такой максимум пик. Но это, конечно, очень-очень высоко. Я выбираю вот такие, вот сюда, максимум пик, это 57 долларов. И что я делаю дальше? Я отмечаю для себя уровень. Вот так нажимаю и отмечаю как-то вот так уровень. Для чего я это сделаю? Я делаю это для этого, что если, например, я запускаю лонговый, вот, да, правильно, да, правильно. Если цена будет подходить вот сюда, куда-то-то, я просто отключу лонгового бота и буду ждать более подходящий момент входа. Но на данный момент я бы смело открыл бы лонг с помощью ботов. Смело это не означает, что это 100% гарантия. Запоминаем. Так, это мы сделали, отметили уровень и все. После этого, что я делаю? Иду там на часовик, беру линейку и смотрю, сколько в принципе процентов бот двигается. И смотрите, на данный момент бот двигался 28%. 28-27% это максимальный коридор. Ну, давайте вот 26%. Что теперь я делаю? Я это все оставляю себе наглядно в трейдинг-вью, запоминаю, ничего не удаляю, ставлю вот сюда его избранные. Так, идем обратно. Что мы видим? Да, 26% перекрытие и получается выше цена 57%. Иду на бота и выбрал монету. Депозит ставим так, чтобы... Видите, у меня на балансе 500 долларов. Значит, для этого бота я сейчас выставил бы 50 долларов и не более третьего плеча. Почему? Потому что у меня перекрестная тип маржи. И это означает что? Это означает, что при любом случае я пересвяжу любую просадку. Но, тем не менее, бывают случаи, когда я выхожу из сделки вручную. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы смотрели, сколько перекрытия. 26% Но сюда, конечно, это очень много. Неправильную монету я, в принципе, сейчас показываю. Но наглядности это нормально. На самом деле, лучше найти монету, что там прыгает, скажем, 10-15%. Не суть. Или взять какой-то более мелкий таймфрейм. Кстати, это и можно сейчас сделать, чтобы все-таки было бы наглядно. Иду на 15-минутный таймфрейм. И тут отмерим линейкой максимально его коридор, что было. Вот. Уже намного лучше. 8% Да? Это означает, что я делаю. Я иду сюда и выбираю. Если 8%, я ставлю, скажем, 15%. Сетка ордеров поставляю обычно 5%. И вот тут Мартингейл. Это самое такое конкретное, на мой взгляд, указание, что я его всегда ставлю максимально высокий. До плоти 60-70%. Почему я это делаю? Потому что, потому что тогда мне легче выйти из сделки. Например, ставлю 70, да? И отступ ставлю 0.1. В принципе, было бы правильно ставить маркет, но я ставлю 0.1, поскольку тогда будет, ну, лимитный ордер. И логераментически тоже включаю, и тут ставлю аж 2.5%, чтобы сначала была бы сетка максимально плотная. Эту можно поставить на единицу. И подтяжка сетка ордера тоже важная. Нельзя его забывать. Оставлю 0.3. Ну, это мои обычные настройки. Что дальше я советую? Чтобы не угадать, там, когда выходить из сделки и так далее, я просто нажимаю сюда сигнал. И, как вы видели, у меня был канал Кетлера. И отсюда тоже выбираю канал Кетлера. Извиняюсь. Извиняюсь еще раз. Но, как вы знаете, я видео не монтирую. Делаю все живую. Короче, отсюда тоже выберу канал Кетлера. И ставлю 15 минут. Это что означает? Это означает, когда монета будет у нас вот в таком ситуации, вот именно как сейчас, мы получили бы профит. И это все будет на полном автомате. И, на мой взгляд, очень классная функция. Единственное, что сюда ставим галочку. Абсолютно всегда. Чтобы мы вышли бы именно при плюсовом PL. Ну, это важно. И все. Фильтры нажимаю всегда консервативные. Либо тоже выбираю канал Кетлера 15 минут. Ну, там уж ваш выбор. Да, он будет в сделку заходить максимально редко. Но, он будет искать самый лучший вход, точка входа. И при полосе, извиняюсь, канал Кетлера, один из лучших моментов выхода из сделки. И все. Тут мы можем смотреть перед отсмотром. Короче, как эта сетка будет выглядеть. Видите, вот так он будет раскидано. И будет классно. И после этого просто нажимаю создать бота. Тут название есть. Создать и все. Бот будет ждать своего точку входа. И привозить нам прибыль, либо убытки. И тут будет видно, если бот сделки. Почему я ставил очень большую маркетингейл? Давайте теперь представим такую ситуацию, что бот пошел совершенно не в нашу сторону. Например, я открыл бы тут бота или вот тут. И вот он прямо вот так вниз слился и усреднился бы все пять ордеров. И пошла бы еще ниже. Но поскольку у меня стоит 70% маркетингейла, точка входа очень быстро и резко тоже идет за ценой. И на самом деле не так уж и трудно будет тогда. Просто я иду на биржу. То есть сначала иду на Велес, сделки, отменяю сделку, иду на биржу, покупаю еще раз в сторону в лонг и все. Так вот такие советы получились, друзья. Пользуйтесь. Ссылка на Велес будет в описании. Бесплатный агрегат. И ссылки на биржи тоже будут в описании. Велесе получите вы 10 долларов для комиссии в подарок. И на биржах максимальную возможную бонусную систему. Так что, друзья, вот такие некоторые советы. Пользуйтесь и большого вам профита. И помним про риски, друзья. Помним про риски. Пользуйтесь.